Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. И мы всегда уверенно будем говорить, что мы будем давать свет и тепло. Праздничный вечер, посвященный Дню энергетика и 35-летию пуска первого энергоблока Смоленск АЭС. Все участники конкурса, все ребята, которые снимали ролики, они на самом деле являются победителями. Подведены итоги муниципального этапа всероссийского конкурса «Слава Созидателям». Главное, чтобы вы получили здесь еще один. За дело в своем мастерстве. Турнир под дзюдо, посвященный 35-летию пуска первого энергоблока. Выставка кулинарных изделий. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе концерна «Росэнергоатом» и подвел итоги уходящего года. На сегодня на 6 часов фактическая мощность 24 593 мегаватта, что соответствует 101,7% от задания ФАС. То есть информация говорит о том, что концерт «Росэнергоатом» задание по выработке электрической энергии выполнил и перевыполнил. В целом, Смоленская атомная станция, 2017 год, задачи, которые стояли перед ней, выполнила. И за прошедший год, за выполненную работу, коллеги, большое спасибо вам всем. Всем прошу и персонал свой поздравить с этой, я считаю, достойной работой, которую мы провели в этом году. И на позитиве отработать эту неделю, и на позитиве уйти в Новый год. И поздравить всех с наступающим Новым годом. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. Нагрузка станции 1600 мегаватт в работе первой и третьей энергоблоки. Соответственно, нагрузка 529 на 1071 мегаватт. Выработка электроэнергии за 25 дней декабря составила 960 миллионов киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработано 22,3 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 22 декабря в «Нитрино» состоялся праздничный вечер, посвященный Дню энергетика и 35-летию пуска первого энергоблока Смоленской АЭС. 2017 год для Смоленского атомного предприятия «Юбилейный». 25 декабря 1982 года был подписан акт о приёмке эксплуатации первого энергоблока. Поэтому День энергетика в этом году отмечался по-особенному. В ярко украшенном фойе пришедшие на праздник гости могли сфотографироваться или записать видео на память. Повсюду царило радостное, добродушное настроение. Горжусь, что посвятил своей жизни развитию атомной энергетики. Суммарно я участвовал в пуске шести блоков. Шевченковский на Каспии, два Курских и всех три Смоленской АЭС. Настроение, конечно, праздничное. 35. Срок, конечно, солидный. Со дня пуска Смоленской АЭС. Место зоны санитарно-защитной, санаторно-курортная здесь. Я хотел бы, чтобы по-прежнему экологически чистая создавалась обстановка, чтобы модернизация третьего блока прошла успешно и чтобы приступили к строительству Смоленской АЭС-2. Настроение праздничное. Каждый год мы радуемся, когда наступает День энергетика. Считаем его своим профессиональным праздником. Так или иначе, мы все к этому причастны. Может быть, не совсем основное производство, но все равно. И для нас это преддверие Нового года. Нашим ветеранам, прежде всего, хочу пожелать здоровья, долгих лет жизни, чтобы они успели передать нам, молодежи, свой богатый опыт, полученный за многолетний труд на нашем предприятии на Смоленской АЭС. В этот торжественный вечер работников Большого атомного предприятия поздравили глава города Андрей Шубин, заместитель губернатора Смоленской области Андрей Борисов, депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко, духовенство и руководство станции. 35 лет назад первостроители передали знамя стройки 1-го нароблока в руки эксплуатационников, эксплуатационники Смоленской атомной станции приняли это знамя и гордо несут его, и по сей день. И уверен, и в дальнейшем мы это знамя не опустим, не уроним, а будем также гордо и достоинство нести. Давайте мы пожелаем всем нам надежной, безопасной эксплуатации энергоблоков в Смоленской атомной станции. И мы всегда уверенно будем говорить, что мы будем давать свет и тепло всем, кто пользуется нашей электрической области. С праздником вас, уважаемые! От вашей компетентности, ответственности, инициативности зависит совершенствование социальной инфраструктуры, улучшение безопасности, реализация экономического потенциала города, повышение качества жизни горожан. Труд энергетиков заслуживает особого уважения и признательности. Высокие напряжения, круглосуточный график, работы и повышенная ответственность – все это удел по-настоящему мужественных, преданных к своему делу людей. Смолянам очень повезло. Именно на Смоленской земле построена атомная станция, построен замечательный город. Именно станция наполняет бюджет около 20% собственных доходов. Я часто встречаюсь с жителями, я не говорю о 30-километровой зоне, я слышу слова благодарность атомщикам. 20 десногорских атомщиков были удостоены почетных званий. Это те, кто много лет жизни отдал развитию и процветанию атомной энергетики. На основании решения Смоленской областной думы по поручению председателя Игоря Ляхова почетными грамотами Смоленской областной думы наградили директора Смоленск Атомтехэнерго Михаила Акульского, генерального директора Смоленской АЭС-сервис Эдуарда Синовоза, инженера отдела радиационной безопасности Смоленской АЭС Светлану Гасилову и костюмера сектора культурно-досуговой и спортивной работы ППО САЭС Галину Шацкую. Адрес от Смоленской областной думы был передан директору Смоленской атомной станции Павлу Лубенскому. Самым главным подарком для энергетиков в этот вечер стал яркий концерт, подготовленный творческими коллективами сектора культурной и досуговой работы первичной профсоюзной организации Смоленской АЭС. В этом году более ста уважаемых людей первостроителей Десногорска стали героями видеосюжетов, записанных школьниками в рамках проекта атомной отрасли «Слава Созидателям». Всероссийский конкурс «Слава Созидателям» два года проходит в городах присутствия госкорпорации «Росатом», в том числе и в Десногорске. За это время учащиеся десногорских школ записали несколько сотен видеоинтервью с представителями старшего поколения – строителями, монтажниками, наладчиками, атомщиками, водителями, врачами, учителями, библиотекарями, работниками культуры и спортсменами. Они с удовольствием рассказывали о временах своей молодости, трудовых буднях и достижениях. Важная составляющая и нужная составляющая конкурса – это запечатлеть историю, историю города в лицах, историю, которую живу, историю, что вспоминают наши ветераны. Но немаловажной частью конкурса является сподвинуть вас, молодое подрастающее поколение, на более активную жизненную позицию. За вами будущее. Поэтому дерзайте, направляйте инициативы, реализуйте инициативы. Станьте достойными гражданами нашего государства. Все, что вы будете делать, уверены во благо и нашего города, и всей нашей страны. Жители Десногорска любят, помнят и чтут первостроителей города. Удивительные истории тронули души всех представителей жюри. В 2017 году решено было провести конкурс второй раз, потому что не все созидатели были охвачены. Сегодня мы чествуем победителей этого конкурса замечательного слава созидателям. Но выбрав несколько, хочу сказать, что все участники конкурса, все ребята, которые снимали ролики, они на самом деле являются победителями. И очень тяжело было из 114 роликов отобрать вот эти несколько, которые можно признать победителями. Я думаю, что все те, кто снимал остальные ролики, они внесли не меньший вклад, потому что данный конкурс – это в первую очередь проект, проект, направленный на изучение истории нашего города. И каждый ролик, каждая история является страничкой в летописи нашего города. Каждая душа, которая была затронута при создании этих роликов, каждая история, она просто неповторима. Ребята узнали много нового, много интересного. И вот, проводя встречи в школах при промежуточных награждениях, при подведении промежуточных итогов, я несколько раз говорил о том, что те истории, которые они узнали в течение всего проведения конкурса, они, несомненно, помогут в их дальнейшей жизни. Поэтому я желаю вам всем удачи, желаю не останавливаться на достигнутом. На федеральный уровень от Десногорска вышли 10 роликов. Я готовил ролик о Раисе Паловне Рузинской. Это, можно сказать, наш первостроитель города Десногорска. Она рассказывала историю строительства города, как она сюда приехала первый раз. Изначально у нее была семья в другом городе, в поселке, можно так сказать. Но она приехала пока одна, потому что готовых зданий не было. Она рассказывала, как они бетон, собственно, ручно мешали руками, как им было тяжело, как они перетаскивали все блоки. У них не было современных инструментов, таких, как у нас сейчас. Они трудились усердно. Как она говорила, они строили весь первый микрорайон и второй микрорайон. На самом деле ее истории были очень сильно интересны. Сейчас она, к сожалению, лежит дома и плохо. Она не смогла прийти. Так что даже я на камеру скажу, что желаю ей большого здоровья. Турнир подзюдо, посвященный 35-летию пуска первого энергоблока «Смоленск АЭС», собрал спортсменов из пяти городов региона. За звание лучшего боролись более 80 участников из Демидова, Верхнеднепровского, Росово, Сафонова и Десногорска. Начиналось все с маленького замчика, с ВГ в школе, в средней школе номер один. Но был очень хороший человек. По-настоящему спортсмен, по-настоящему тренер. Прыбал влюблен в свою профессию, любил спорт, любил детей. Это Николай Владимирович Борисович. Благодаря тому, что есть такие люди, благодаря тому, что есть Смоленская констанция, которая дала возможность уровню, спутнику развиваться, развивать такой вид спорта, как борьба зуба. Главное, чтобы вы получили здесь еще один. Задел в своем мастерстве, не травмировались, познакомились с друзьями и приехали домой с хорошим настроением. С праздником вас! На сегодняшний день в Зюдо в Десногорске занимается более 350 детей в возрасте от 6 до 17 лет. Среди воспитанников школы есть спортсмены 1, 2 и 3 разрядов, победители и призеры областных и российских соревнований. Я научился не бояться этого, во-первых, и во-вторых, я научился стоять намного жестче и резкостью еще раз тоже, и выносливостью. Первый бой я вышел с сильным мальчиком, я на самом деле думал, я ему проиграю, но я его сконтрил и бросил на Вазарию, вот, и выиграл. Да, было очень тяжело с ним бороться. Медали турнира разыгрывались по весовым категориям в нескольких возрастных группах. Среди юношей с 2004 по 2007 и 2001 по 2003 годов рождения. Среди девушек с 2004 по 2006 год рождения. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы Десногорска показали довольно высокие результаты. В своих категориях лидировали Александр Яковлев, Кирилл Еврасов, Евгений Берг, Евгений Холодок, Ольга Григорьева и Елизавета Демина. Серебряными призерами стали Степан Черемушкин, Владимир Соловьев, Денис Галачев, Ирина Солодкая. Бронзу завоевал Александр Кротов, Дмитрий Кирин, Артем Малахов, Александр Зуев, Сергей Грещенков, Юлия Фисько. 21 декабря состоялась традиционная выставка-продажа, посвященная Дню энергетика и новогодним праздникам. Вкусные и красиво оформленные блюда всем пришедшим на обед атомщикам предлагали ответить работники столовой номер один «Смоленская АЭС-Сервис». Повара и кондитеры постарались на славу, представив широкий ассортимент блюд на любой вкус и по демократичным ценам. В течение часа изобильные столы заметно опустили, а вот на лицах атомщиков появились улыбки. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости «Смоленская АЭС» с важными событиями из жизни станции. Вы можете ознакомиться в официальной группе «Смоленская АЭС» в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, также в разделе «САЭС» на сайте росэнергоатом.ру. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok